Ты куда звонишь? По какому номеру звонишь? Привет! Сегодня мы разбираемся в UK гараже или UK гаридже и его элементы торчат из пары десятков хитов этого года, так что пара гаражных приемчиков тебе точно не помешает. Ну и ставь лайк, если прыгал с гаражей. Наверное, самый узнаваемый инструмент в UK гараже это органный бас, который я возьму из Nexus. Раздел орган. Вот этот пресет нам отлично подойдет. Дилей и реверб ему отключим. В гараже этот бас практически главный инструмент. Он и ритмический, и мелодический, и вообще любой, так что его ритм должен быть максимально простым, но при этом качающим. Что-то типа... И потом... Дублируем... И в конце добавим вот это. Угу, отлично. Самый узнаваемый стиль гаража это ту-степ. Тот, что не с прямой бочкой, а со сбитой бочкой. Его я и напишу. И вообще весь гараж, это такая атмосфера и DM-а 90-х, и трэповые ударки нам точно не подойдут. И я использовал вот эти драм-паки, и из них брал все там, и ваншоты, и лупы, и вообще все что угодно. Например, с нером у меня будет лэйер вот этих двух звуков. А кик должен быть очень простым, что-то типа... Но со сбивочкой. Например, вот тут вот. И эта сбивочка обязательно должна быть мимо сетки. Типа вот так вот. И вообще, это единственный жанр, который мне удобнее писать с помощью степ-секвенсера, а не пиано-ролла. И, по-моему, 140 многовато, поставим 130. Так лучше. Вообще, перкуссии можно использовать сколько угодно. И, конечно, 909-й открытый хэт. Или лучше вот так. Да, так лучше. Только, наверное, еще покороче его. И чтобы подстроить ему велосипед, мы можем либо пиано-ролл открыть и тут все подстроить, либо открыть вот эту дурацкую менюшку и сделать как-нибудь все вот так вот, как по кайфу. Вот примерно какие-то такие основы ритма. Еще тут офигенно будет звучать вот этот вобл бас. Сейчас мы его подкоротим. Вот что-то типа такого. Еще в Нексусе зайдем в раздел роутинг. И вот тут есть вот этот клик, я его немножко убавлю. Теперь ОТТ на него. Ну, конечно, не так. Адепт в районе, там, 30. Угу. И чтобы он задышал, нужно кикстарт на него повесить тоже на 40%. Вот. Появился вот этот памп. А появился этот стиль в далекие времена, когда не было ни Ютуба, ни Спотифая. И чтобы послушать музыку и пофлексить, людям приходилось собираться большими компаниями. Тогда такие места назывались клубами. Там было темно, скорее всего не очень приятно пахло, но при этом диджеи, которые крутили музло, находились на острее трендов. Именно в таких вот сомнительных местах на одиноком острове, зовущемся Великобритании, и родился жанр UK Garage, который мы и называем Гараж. И если верить Википедии, то само название Гараж прошло от нью-йоркского клуба Paradise Garage, вторым названием которого было... Неважно. Welcome to the club, buddy. Но вот звучание его уже сформировалось в славном христианском городе Нью-Арк в штате Нью-Джерси. Ну и никому не известный жанр Jersey Club тоже, к слову, родом из Нью-Арка Нью-Джерси. А еще я там был в 2011 году, и доллар был по 26 рублей. Кхм, я отвлекся, вернемся в Британию. Там всю модную танцевальную музыку из штатов называли Гаражом. А вот ее адаптацию под капризных британских слушателей мы и знаем как UK Garage. Отличий было несколько. Во-первых, UK Garage был побыстрее. А во-вторых, в 97 году некий британец придумал выкинуть второе и четвертое удары из идеального ритма прямой бочки. И так появился Two-Step, который сейчас в основном и идентифицируется как Гараж. Затем был период расцвета жанра. UK Garage ремиксов тогда выходило больше, чем Bass Boosted ремиксов сейчас. Но, как и любая супермодная тема, из мейнстрима он исчез так же быстро, как и появился. И довольно долго оставался очень нишевым жанром. Пока Маркул и Арни без предварительного сговора не выпустили два своих супер хита и не перезапустили хайп Гаража по всему миру. Все так и было. И Гараж сейчас на таком хайпе, что скоро выйдет альбом Two-Step ремиксов на все песни Шамана. Эксклюзивно в ВК-музыке. Ну и добьем ритм парочкой пиар-клупов. В первую очередь, конечно, их нужно все подстроить под темп. В моде я ставлю ресэмпл, пофигу, высота тона поменялась некритично. И не обязательно использовать целый луп. Мы можем взять из них какие-то отдельные элементы и из них собрать свой собственный идеальный груз. Например, вот этот. В нем мне не нравится вот это. Из второго я возьму только снэры и маленькие заходики на них. От тембулина мы оставим только вообще начало. И, наверное, да. Самое сложное – это не перегрузить груз. Бас, кик, снэр – это основа. Если остальная перкуссия ее перекликивает, то эту перкуссию нужно либо убрать, либо убавить. Здесь, по-моему, все неплохо. Но подбалансировать надо. Если на этом этапе с ритмом все отлично, то можно уже добавить капельку музыки. Например, вот это электропиано. Забубеним один аккорд, зато какой. Сначала обычный G-sharp минор, потом добавляем ступеньку еще через два. Потом добавляем ступеньку еще через три и получаем… Вот это аккорд, я понимаю. Чтобы оно стало более в тему, добавим гейт. Например, бесплатный KHS Transgate. И к нему добавим кикстарт. Вот теперь оно супер в тему. Но не стоит забывать, что жанр воздушный и этот воздух в нем надо сохранить. Перегружать его не надо. И вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмекингу FL Studio от А до Я, который отлично подойдет даже новичкам. То есть даже если ты ни разу не открывал FL Studio, по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей, и чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео и в закрепленном комментарии. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. И у гаража очень большая любовь с голосовыми сэмплами. А у кого еще любовь с голосовыми сэмплами? У меня. Так что я с огромным удовольствием для начала добавляю вот этот сэмпл. И ставим его на G-корневую нотку. Еще надо сократить. Пока не идеально, но чуть-чуть шиммер с пресетом Concert Hall точно исправит дело. После него поставим также Transgate для такого легкого дрожания. И после этого немножечко панкейка. Только он будет двигаться побыстрее, что-то типа 1 четвертая. О, то что нужно. И следом вот этот Adlib. Я использовал его уже в паре битосов, потому что я за экологию и повторное использование. Открываем его в слайсере. Нарезать бит. Он на A-Sharp M, так что опускаем его на 200 центов и ищем. То, что нужно. Мне кажется, тут нужно поиграться с высотой тонны и форманты. Да. После этого тут просто необходим дилей. Одна восьмая. В это процентов 20. И главное пинг-понг. И можно low-fire включить. А после него Kickstart в процентах на 50, на 60. Еще его можно продублировать, опустить на октаву вниз. Чтобы подмешивать, например, в припеве. Но гараж без резких вокс-чопов это не гараж. Чего? Так что я возьму вот эту вокальную фразу, только ее нужно подстроить по темп. И под тон поднять на 500 центов. Ее также можно было нарезать попротив слайсера. Или если вам не хватает функционала, можно поставить Serato Sample. Но я нарежу ее просто в плейлисте, потому что в слайсере я уже сегодня резал. А в Serato Sample мне не охота. В первую очередь я нарезаю на какие-то более-менее интересные куски. Из которых можно будет резкие чопы и собрать. И самый простой способ построить ритм вот этих чопов, это ориентироваться на ритм баса. Ну типа органа. Но при этом ритм должен сколько-то хотя бы отличаться. Например, вот этот чоп мы подкоротим. И сюда поставим что-нибудь другое. Например, вот это. А вот это поставим еще раз. Отлично. Дублируем это на следующие два такта. И по заветам Arnie мы будем делать больше воксчопов во второй половине. Вот что-нибудь такое надо. Да. И мне очень хотелось бы, чтобы они звучали чуть пониже. Так что давайте поставим Stretch Pro. Не очень. И по 100 центов будем добавлять. Вот тут на 200 центов вроде нет артефактов. То есть мы подняли pitch на 500, но формату только на плюс 200. И голос получается звучит как бы не настолько супер высоко. То есть никакого эффекта бурундуков. Коротенький риверок сюда. И конечно kickstart. И тут можно было бы уже приступить к структуре. Но у меня есть one more thing. Дублируем орган. Ctrl C, Ctrl V. И поднимаем на октаву. Этот высокий орган можно будет добавлять на припевах, чтобы он дал больше энергии. А продублировал я его для того, чтобы просто срезать им немножко низ. Потому что басить должен именно основной басовый орган. А если ты досмотрел до этого места, то самое время подписаться на канал. Видос же тебя чем-то зацепил, так что подпишись. А мы продолжаем. Структура начнется с чистого басового органа. Следом здесь будет в конце один такт полного бита. И мы его застаттерим вообще на одно и второе. Орган будет статтериться не одно и второе, а просто лайном. Еще нам нужен вот такой. Он будет играть перед битом вот этот скретчик. И снова идет эта ямка. И после вот этого вум-твум вступает полный бит. Который тоже заходит через скретч. Еще Adlib можно сюда добавить вот так. Вот, да. Потом в конце этой фигни статтер на органе. И скретч. Такое фото-фото. Да. И размеренный кусок без части ударных. И в общем-то сюда уже можно добавить электропиано. Здесь вернем весь оставшийся бит. Добавим вот этот голосовой сэмпл. Но сделаем немножко такой отложенный старт. Но все-таки один переходик через Rise Drop я сделаю. Ну и немножко с видосом. На микшере у меня все собирается в групповые каналы. Снэры, остальные ударные. Драм-лупы. Общий канал ударных. Канал с органами и воблбасом. И канал с музыкой. На канале с музыкой J37. С моим любимым пресетом. На канале со всеми ударными тот же J37. И после него вот этот компрессор. Чтобы просто немножко подсобрать группу. Еще на басы и на музыку приходит сайдчейн компрессия от Giga. Причем не такая, что прям сильно. Сильная. В остальном по мелочи чуть-чуть там придавил. Чуть-чуть добавил. На мастере Saturate. На имаджере Озоновском Enhanced Space. Потом на XA3 я что-то сам накрутил. Потом тейп сатурация. Потом все добивает L2. Вот такой вот гаражик получился. Обязательно ставь лайк, если видос понравился. Или он был чем-то полезен. Подпишись на канал, если ты этого еще не сделал. Напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу от Адая, который отлично подойдет даже новичкам. Узнать подробнее у меня ссылка в описании. А полный трек лежит в моем телеграм-канале, по ссылке в описании или по QR-коду на экране. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok